Друзья, привет! Я возвращаюсь к вам после довольно-таки долгого перерыва. Надеюсь, что больше таких перерывов в этом учебном году не будет. И сегодня мы с вами поговорим о страдательном залоге. Я буду его называть пассивный залог, который очень нам с вами нужен для успешного выполнения заданий на грамматику 19-25 в ЕГЭ по английскому языку. Пассивный залог проверяется почти во всех вариантах заданий 19-25. И очень часто можно в одном варианте увидеть несколько заданий, где проверяется пассивный залог. Если мы с вами вспомним задание 19-25 с прошлогоднего досрочного ЕГЭ, который был отменен, но некоторые кимы были выложены, то мы с вами увидим, что в одном варианте аж 4 задания, то есть 4 из 7 заданий были именно на пассивный залог. Подробнее об этом задании я рассказывала вот в этом видео. То есть, друзья, ФИПИ возлагает большие надежды на пассивный залог в деле дифференциации сильных выпускников, как они это называют. И вот что ФИПИ пишет в анализе ошибок ЕГЭ 2020 года. Я оставлю этот документ в описании под видео. В зоне особых трудностей остается употребление Present Perfect – 39% выполнения соответствующих заданий, Passive Voice Present Simple – 66%, Passive Voice Past Simple – 71% и Participle To – 47%. То есть, друзья, на прошлом ЕГЭ всего лишь 66 выпускников из 100 справились с заданиями на Present Simple Passive. Чуть лучше выпускники справились с заданиями на Past Simple Passive – 71%, а про Present Perfect Passive и Future Simple Passive, которые тоже проверяются на ЕГЭ, ничего не сказано. Но если с обычным активным Present Perfect справлялись лишь 39% выпускников, то понятно, что с пассивным Present Perfect процент был еще ниже. Друзья, и по обычному активному Present Perfect, и по Participle, по причастиям я сделаю обязательно отдельные видео. Итак, пассивный залог. Давайте с вами быстро вспомним различия между обычным активным залогом и пассивным залогом. Активный залог – это когда подлежащее само совершает действие. Например, Лео Толстой wrote War and Peace in 1869. Лев Толстой что сделал? Написал. Лев Толстой сам написал Войну и мир. Лев Толстой – подлежащее само совершает действие. Это активный залог. Или, например, He asked me to attend this lecture. Он попросил меня посетить эту лекцию. Он – подлежащее, что делал, попросил. Активный залог. А теперь давайте преобразуем вот эти предложения, активные предложения, в пассивные предложения. И у нас получится так. War and Peace was written in 1869. Можно добавить by Лео Толстой. Но можно и не добавлять. Война и мир была написана. Война и мир, подлежащее в этом предложении, никакого действия не совершало. Действие было совершено над ней. Она была написана. И I was asked to attend the lecture. Меня попросили. Или дословно я был попрошен. То есть действие было совершено по отношению ко мне. Это пассивный залог. Друзья, заметим, что в пассивном залоге мы очень часто опускаем информацию, кто или что это действие совершил. То есть нам совершенно не обязательно здесь упоминать Льва Толстого и человека, который попросил меня прийти на эту лекцию. Так как когда мы используем пассивный залог, главный фокус тут идет именно на действие. То есть нас интересует, когда книга была написана, и что я был приглашен, я был попрошен, то есть меня пригласили. Нас интересует именно действие. Пассивный залог всегда, всегда, всегда имеет такую формулу. To be плюс третий столбик или глагол с окончанием иди. И вот третий столбик и глагол с окончанием иди – это константа. Эта часть никогда не меняется. В любом времени пассивного залога будет плюс V3, VED. А вот глагол to be меняется в зависимости от времени. То есть в present simple passive это будет am is a, глагол to be, am is a, plus V3, VED. Past simple passive будет was, were, plus V3, VED. И так далее. Друзья, на ЕГЭ проверяют четыре пассива. Это present simple passive am is a, plus V3, VED. Например, Toyotas are produced in Japan. Тойоты производятся в Японии. Past simple passive was, were, plus V3, VED. This house was built a hundred years ago. Этот дом был построен сто лет назад. Present perfect passive have been или has been, plus V3, VED. Например, Oh, no, my keys have been stolen. О, нет, мои ключи украли. Мы говорим о действии, которое произошло в прошлом, но говорим мы на самом деле о ситуации сейчас. О, нет, где мои ключи? Их прямо сейчас нет. Их украли. Это present perfect passive. И future simple passive will be, plus V3, VED. И, например, This project will be finished next month. Этот проект будет завершен в следующем месяце. Итак, друзья, давайте более подробно посмотрим на все эти пассивные времена. Первое. Present simple passive. Если вы видите, что ваш глагол нужно поставить в пассив, и что речь идет о каком-то факте в настоящем времени, например, Toyotas are produced in Japan, или о каком-то регулярном действии, то это будет present simple passive. Все случаи употребления в пассивном залоге такие же, как и в активном залоге. То есть, если вы знаете случаи употребления активного залога, они в пассиве точно такие же. То есть present simple passive это наши факты в настоящем времени и регулярные какие-то повторяющиеся действия в настоящем времени. Вот давайте посмотрим на примеры из открытого банка FIPI. Первый пример. Здесь говорится, что более миллиарда мороженых из-за мороженого сока съедаются в Америке, в Соединенных Штатах каждый год. Мы с вами видим, что это пассивный залог. Они сами ничего, эти мороженые не делают. Их съедают. Над ними производится действие. И что это действие в настоящее времени. Каждый год съедаются. Регулярный какой-то факт в настоящем. Каждый год съедаются. То есть будет здесь у нас present simple passive are eaten. Мороженое много. Popsicles are eaten. Следующий пример. Многие итальянские рестораны подают кофе в чашках, которые можно съесть. Чашка покрыта веществом, которое сохраняет жидкость изнутри. Чашка покрыта. Чашка ничего не совершает. Ее кто-то покрывает вот этим веществом. Пассивный залог. И это факт в настоящем времени. Чашка покрыта. Настоящее время. The cup is covered. Ответ у нас is covered. Друзья, эти два примера довольно-таки простые, но ФИПИ очень часто дают задания, которые гораздо сложнее вот таких вот типичных заданий на пассив. Ну, давайте посмотрим, например, на такие задания. Самый широко используемый язык США это английский. Тем не менее, многие другие языки используются в Штатах. Здесь, конечно, не глагол используется, здесь глагол разговариваются в Штатах. И так как на русском мы так не говорим, разговариваются, очень многие выпускники теряются и не понимают, что здесь нужен пассивный залог. То есть мы хотим сказать, что многие люди говорят на других языках. Другие языки используются. То есть это пассивный залог в настоящем времени. Поэтому наш ответ будет unspoken. Пожалуйста, обратите внимание, что ФИПИ очень любит давать вот такие задания, где speak надо поставить в present simple passive. Или вот такое задание. Бразилия считается тропическим раем. Бразилия сама ничего не думает, сама ничего не считает, другие люди так о ней думают. То есть это у нас тоже пассивный залог. И так как тут повествование всё идёт в настоящее время, то есть это настоящее время, Бразилия считается сейчас. Поэтому у нас будет Brazil is food. Друзья, вообще у ФИПИ довольно-таки обширный арсенал коварных заданий не только на present simple passive, но и на все другие времена страдательного залога. И обо всех таких случаях мы с вами очень подробно поговорим на моём следующем вебинаре Grammar and Vocabulary Success в субботу 14 ноября. Я подробно расскажу о вебинаре в конце видео и также оставлю всю информацию в описании под видео. А теперь переходим к past simple passive. Если вы видите, что глагол нужно поставить в пассив, и в вашем предложении есть указание на завершённый период времени, например, вчера, секунду назад, в 1974 году, в 14 веке, то это точно past simple passive. Также у вас может не быть указания на завершённый период времени, но повествование всё будет идти в past simple, и вы будете понимать, что речь идёт уже о каком-то завершённом событии, не имеющем связи с настоящим временем. Вот давайте посмотрим на примеры из открытого банка ФИПИ. Первый текст. Здесь нам нужно сказать, что Rosetta Stern был найден в 1799 году. Был найден. Есть указание на завершённый период времени, 1799 год. Понятно, что нужен пассив. Это точно past simple passive was found. Следующий пример точно такой же. Вот нарезанный хлеб впервые был представлен публике в 1930 году. Понятно, что нужен пассив, был представлен, и 1930 год, завершённый период, точно past simple passive was introduced. Или вот такой пример без указания на время. Так, здесь говорится, что Иван Грозный держал двоих медведей. Эти медведи были ему подарены, дословно, да, были ему подарены боярами. Здесь мы видим, что это пассив, и в этом примере нет прямого указания на время. Но мы с вами знаем, что Иван Грозный – это 16 век, то есть происходило всё это давным-давно, нет никакой связи с настоящим временем, поэтому это past simple. Пассив were given. They were given. Они были ему подарены. Или вот такой пример. Там сначала идёт повествование, всё в past simple, потом говорится, что чайка воспитывалась вместе с котами, спала в их корзине. И тут, друзья, тоже нет указания ни на какой завершённый период времени, вообще никакого указания на время нет, но мы с вами видим, что всё повествование идёт в past simple, и рассказ о воспитании чайки тоже идёт в past simple, то есть мы с вами понимаем, что это уже такой завершённый процесс, который завершился уже, чайка уже воспитана, говорим мы обо всём в past simple, никакой связи с настоящим, тоже будем с вами использовать past simple. И наш ответ будет was brought. Ну, а теперь довольно-таки коварный present perfect песик. Друзья, present perfect и активный, и пассивный – это всегда о связи прошлого и настоящего. Поэтому давайте с вами запомним, что мы никогда не употребляем present perfect, если у нас есть указание на завершённый период времени, если у нас есть секунда назад, вчера, в 14 веке, всё present perfect здесь быть не может, потому что так как мы говорим о завершённом периоде времени, нет связи с настоящим. Период уже этот прошёл, никакой связи с настоящим нет. И также мы с вами не можем использовать present perfect, чтобы говорить об уже умерших людях, так как у этих людей нет настоящего. А present perfect – это всегда о связи прошлого и настоящего. В этом видео я не буду рассказывать обо всех случаях употребления present perfect песик, а дам вам два самых полезных правила для выполнения именно вот заданий 19-25 вега. Итак, первое правило. Если вы видите, что глагол нужно поставить в пассив и вместе с этим глаголом используется just или yet или already, то это точно present perfect passive. Возьмём вот такой пример. От этой болезни нет лекарства или, по крайней мере, это лекарство ещё не было найдено. То есть мы с вами видим, что нам нужен пассив, не было найдено кем-то, да, людьми, и что у нас здесь есть yet. То есть мы с вами сразу ставим present perfect passive has not been discovered. И второе правило. Если вы видите, что ваш глагол нужно поставить в пассив и в предложении есть since, например, since then, с тех пор since the 14th century с 14 века, то это тоже всегда будет present perfect, так как since всегда указывает на с какого-то момента до настоящего времени. Since – это всегда связь прошлого и настоящего. Возьмём такой пример. Вот эта вот женщина, Маффа, основала Национальный день грамматики в 2008 году. С тех пор он проводится каждый год. Мы видим, что это пассивный залог, его кто-то проводит, да, он проводится людьми, и что здесь у нас есть since then, с тех пор по настоящий день. Это present perfect passive, поэтому ответ будет has been held. И, друзья, четвёртый пассив – это future simple passive will be plus V3, VED – это наше простое будущее время. И возьмём такой пример. По словам британских футурологов, time travel будет изобретён к 2075 году. Ну, мы тут говорим о будущем, да, future simple passive will be invented. И, друзья, как я уже сказала, FIP далеко не всегда дают очевидные задания. В их арсенале есть большое количество сложных заданий, коварных заданий, заданий-ловушек. И обо всех таких заданиях мы с вами очень подробно поговорим на моём следующем вебинаре Grammar and Vocabulary Success. Этот вебинар полностью посвящён третьему разделу ребят, то есть это задания на грамматику 19-25, словообразование 26-31 и лексику 32-38. Вебинар пройдёт в субботу, 14 ноября, в 12 часов по Москве. И продлится 4 часа. Я уверена, что в вебинаре будет много полезной и новой информации и для выпускников, и для учителей. Поэтому я приглашаю и выпускников, которые готовятся к ЕГЭ, и учителей, которые готовят к ЕГЭ. И также на этом вебинаре будет много практики. Стоимость вебинара полторы тысячи рублей. Чтобы записаться, пожалуйста, пишите мне на почту info-sobaka-ann-rease.ru и в избежании мошенничества запись и всё общение по вебинару будет проходить исключительно по этой почте. Также каждый участник обязательно получит запись вебинара и все материалы, даже если не сможет присутствовать. Друзья, надеюсь вас всех скоро увидеть. See you soon! Bye-bye!